Хорошо прибавлять корень, плюс корень, плюс корень, плюс корень, плюс корень. Как в немецком? Главное, что нет. В немецком это можно делать. И тогда у нас получится пародия немецкого слова, которое придумал Марк Твен. Помните Марк Твен? Да, Томас Твен. Помните Марк Твен? Конечно, он написал Томас Туэра. Еще что? Ясо. Марк Твен? Дети для рифинга. Яузге при дворе короля Актура. Помните? Да. Помните, почитайте. Принц и нищий. Принц и нищий, отлично. Марк Твен как-то придумал какое замечательное, как бы немецкое слово. Какое? Шраттер-тро-тель, хотан-то-тен-мутаратан-кеттер, лятан-геттер, лят-рят-рят-рят-рят-рят-рят-рят-рят-рят-тель. А можете объяснить свое значение? Можете написать его? Он его прекрасно объяснил. Шраттер-тро-тель. Детский город под названием Шраттер-тро-тель. Да? Да. Дальше. Хотан-то-тен-мутаратан-деттер. Это значит убийца гатан-то-тен-матери. Атентетер – это убийца, хотендоттен – это котентотен, мутер – это естественно мазь. Хотендоттен мутер – это значит убийца котентотовой мафии. Итак, Шроттер Троттельский – убийца котентотовой мафии. А можно он записать? Можно написать на носке? Это еще не все. Ляттенгеттер, ветерокоттер, бельраттер. В конце концов, все это означает. Шроттер Троттельский – убийца котентотовой матери, посаженный в клетку, в которую обыкновенно сажают кенгуров. Можно вас записать? И все это одно слово. Кому интересно? Обратитесь к книге Льва Успенского «Слово о словах». Вы увидите там и не такие короткие слова. Еще скажите, что эта сказка… Увидите и подлиннее. Скажите еще, что сказка «Алиса в стране чудес» вся эта тоже одно слово. Не скажу, нет. Это много разных слов. Причем, Кэрол там придумал и свои слова. А вы еще раз это слово? Да, пожалуйста. Шроттер Троттель, хоттантоттанутаратантетрляттангеттераметтракоттрабеслера. Как вы это все запоминаете? Попробуйте сами придумать. Товарищи, с чем у вас возникнут сложности? На самом деле, с чередовой. Вот здесь и возникнут. Попробуйте. Потому что в русский я не могу вот так вот сращивать кормы. Поверь дальше кричит? Да. Скажем, я захочу определить… Себе. Допустим. Меня. Одним словом. Себе. Меня. Так. Себе. Да. Одним словом. Да. Кроме как «да», «коле» или как-нибудь по-другому. Правда? Да. Я захочу определить себе описание. Ну, скажем. Розовоклеточный мальчик. С серым пеналом. Сейчас. Да. Так. Попробуйте сами себя определить. Спортивный мальчик. Есть. Спортивный мальчик. Много спортивных мальчиков. Я хочу тебя определить. Вот. Много цветочный мальчик. С какими-то волосами. Ну, при этом должно быть. Много цветочно-рубашечный мальчик. Да? А еще лучше. Много цветочно-рубашечник. Так. Хорошо. Еще. Так. Тебя. Например, как было выделять? Я помню, у Киплинга была девочка, которую надо хорошенько отшлепать. Была бы. Ну, злоба. Была бы. Я помню. Это никак не уложишь. Слепочка, которую надо хорошенько отшлепать. Помните первое письмо? Как научились выделить? Конечно. Конечно. А можно я ровно выделить? Ну-ка. Попробуй меня выделить. Непонятно. Серый. Серый рубашечник с серой бородой. Да. Серый рубашечник с серой бородой. Да. Учитель русского языка. Хорошо. Пойдет еще. Учитель русского языка. Учитель русского языка. Базь все барская и черная желтная. Вот представь себе, что это все одно слово. Ну, я помню, я это целую, а она вошла целую строку. Ага. Так, значит, одно слово это трудно действительно положить. А как есть такие там большие слова, как они проговаривают в одном руках? Ничего страшного. Можно. Но по-русски всякий раз, когда мы собираемся соединить части слова, будь то приставка и корень, будь то особенно два корня, будь то еще более серьезно, корень и суффикс у нас начинают быть, как сказать, трения. Между вот этими кусочками кирпичики не очень плотно друг к другу пристают. Их надо как-то пригнать друг к другу. Где-то обтесаться. И поэтому возникают чередования. Понятно, о чем речь? Да. Да.